МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Миссия выполнима» и эксперты проекта, который готовы кардинально преобразить облик и даже дух каждой, кто хочет изменений в жизни. У нее трое детей, любимый муж, с которым она 20 лет в браке. Работа и привычный уклад жизни. Но ей захотелось вырваться из привычного и окунуться в необычное. Тогда добро пожаловать к нам в наш телепроект, где преображаются многодетные мамы. У нас интересно и с добротой. Встречайте героини сегодняшней серии. Многодетная мама Елена Тюрина у нас в гостях. Елене 39 лет. Работает бухгалтером, увлекается цветами и лыжным спортом. Все остальное время она посвящает мужу и детям. Может быть, поэтому старшая дочь уже студентка престижного вуза, а двойняшки Миша и Настя – отличники в седьмом классе и имеют достижения в спорте. Миша имеет первый юношеский разряд по самбо, а Настя – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Как муж отнесся к известию о том, что будут двойняшки? Он меня встречал после первого УЗИ у больницы. Я когда вышла из кабинета, я ему показала фотографию. Мне дали фотографию. Там было две точки тёмных. Я говорю, смотри. Он смотрит. Он ничего не видел, там не видно ничего. Там ещё две точки, то есть срок ещё маленький был. Я говорю, видишь, говорю, один, говорит Цифишка, и два. Он опять на меня смотрит, не понял сначала. Я говорю, двойняшки. Он был очень рад. Был счастье и слёз на глазах. Был рад. Что он сказал? Он сказал, здорово вообще. Обнял, поцеловал, то есть был рад. Как относятся твои близкие, твои друзья к тому, что ты имеешь статус многодетный? Что, у вас трое дети? Ну, вообще, они там, ой, наверное, тяжело, там, как так. Там у кого-то один ребёнок, у кого два, там, они с одним, там, некоторые даже, там, не успевают справляться. Что ты им говоришь? Ну, нужно терпение, нужно уделять детям внимание. Они очень это чувствуют, когда какая-то им помощь идёт детям. То есть они, они сами, конечно, самостоятельные. Ну, я стараюсь им во всём помочь, где-то успокоить, где-то поддержать. А сейчас те, кто помогает? Кто основной помощник у тебя? Ну, сейчас, конечно, мы как-то сами уже справляемся. Вот, больше. Ну, у меня сейчас старшая дочь даже помогает что-то, если с уроками, например, у младших там что-то не получается, она мне поможет, конечно. Она молодец, она у меня и там приготовит что-то, и там по дому она всё помогает. Вот, так вот с семьёй справляемся. После работы приходится забирать тоже Настю из училища, там, после занятий. Миша занимается в кустово, в самбо тоже заканчивает вечером, уже тоже забирать нужно, потому что у нас там транспорта нету. Вот. И приезжают, они нужно покушать, приготовить, накормить детей, там, уроки что-то с ними там получить. То есть, и заканчивается он у меня где-то в 12. День. Да, то есть, где-то раньше никак не получается. А 6 утра уже подъём. Да. Да. Успеваешь для себя время найти? Нет, вот на себя не остаётся времени, конечно, не остаётся. Всё-таки тема моды, красоты, тебя она интересует? Да, стараюсь там что-то, выходные что-то там на кухне, что-то делаю, там, готовлю, телевизор включен, смотрю какие-то и передачи, что-то, и всё. Конечно, интересуется это. Только не всегда у меня получается, как бы. Как бы хотелось измениться? Добавить, наверное, что-нибудь, может, какой-нибудь более стильный, немножечко стать более яркой, что-то, наверное. А зачем тебе этот стиль, эта яркость? Ну, всё равно работа бухгалтера, всё равно тоже, как бы, и работа с людьми. И хочется хорошо выглядеть потом, например, для детей, чтобы дети гордились. Да, у нас мама такая вот красивая, стильная там, вот, тоже, как бы, пример детям. Ну, и для мужа тоже, чтобы, да, больше обращала внимание. Добрый день, Елена. Меня зовут Андрей Амба, я массажист в студии BBC, и сегодня мы будем делать с вами массаж лица. Скажите, вы раньше проходили такую процедуру? Нет. Ну, замечательно. Сегодня вы попробуйте данную процедуру и ощутите всю её прелесть на себе. Сегодня нашей героине, Елене, я делаю массаж лица и массаж рук. Массаж лица очень хорош тем, что он благоприятно воздействует на эмоциональную сферу, ослабляя мимические мышцы лица и является хорошим косметологическим средством, которое разглаживает порщины на лице. Здравствуйте, меня зовут Лена. Здравствуйте, меня зовут Лаврентьев Алексей. Меня зовут Юсупова Оксана. Мы рады приветствовать вас у нас в студии. Сегодня мы будем заниматься вашим новым образом. Вы готовы? Да. Проходите. Для образа Елены мы выбрали мягкие переливы, шоколадно-бежевые цвета, тёплые оттенки, которые хорошо сочетаются с её естественными красками лица. И Алексей, я думаю, тоже поддержит наше начинание. И общий образ будет нежный, мягкий и по-осеннему насыщенный. Ну, что будет, то будет. На ком бы мне потренироваться? Вы модель? Нет, я героиня. А не суть. Так как у нас на дворе осень, хотелось добавить осенних красок, золота, оранжевых, персиковых переливов. Хотелось углубить взгляд, добавить объёмы ресницам. Я надеюсь, у нас всё получилось, и Лена будет радовать очень образ, и она будет пользоваться этим жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как ваше впечатление? Вообще здорово. Мне нравится. Ничего такого не было. То есть, ну, вообще новое. Что-то новое? Да, вообще. Дальше всё зависит от вас, что вы будете делать в дальнейшем. Поддерживать красоту, надеюсь, да? Ну да, здорово. И длина осталась всё равно. Здорово. Точно здорово. Мы вам хотим подарить ухаживающее средство. Для того, чтобы волосы всегда были такими же красивыми, такими же пышными и объёмными. Пользуйтесь с удовольствием. Спасибо. Да, и ещё куча пробников на все случаи жизни, как обычно здесь. Инструкция по применению. Спасибо. Спасибо вам. Ну, вообще здорово. Очень понравилось мне. Прям вот ощущение такое, вот прям лёгкости. Прям вообще чувствую себя прям вообще классно. Здорово. То есть, ты довольна? Здорово, да. Очень довольна. Очень довольна, да. Сейчас мы с тобой идём в магазин «Берёзка-стор», где нас ждёт стилист Елена Большакова и твоё преображение. Елена, здравствуйте. Познакомьтесь. Доброго. Пожалуйста, героиня сегодняшней нашей программы. Елена воспитывает двойняшек и работает бухгалтером. Пришла к нам, чтобы немножко преобразиться, добавить яркости. Кроме того, сейчас уже Лена натерпелась страхов. Она не хотела стричься, её постригли, не хотела краситься, её покрасили. Но, по-моему, всё очень хорошо. Очень, очень красиво. Комплекты спокойные, но стильные. Что-нибудь особенное попробуем? Да. Пойдёмте. Пойдёмте. Первый образ. Такой очень бухгалтерский, на мой взгляд. Классическая блуза, юбка-плиссе. Изюминку в этот образ добавляет эта симпатичная бархатная сумочка и очаровательные ботильоны, которые точно-точно по ноге. Образ и кокетливый, и женственный. В нём есть милый принт в виде птичек. В нём есть доля романтизма. И в то же самое время, но очень консервативный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клетка и кожа. Кажется, это две вещи, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки в этом сезоне. К кожаной юбке цвета хаки я добавила высоченный каблук и ботфорты. Образ сразу стал и сексуальным, и дерзким. И в поддержку вот этим круглым формам, которые есть на юбке, добавила чокер и добавила такую же форму на сумку. Очень сложный комбинированный лук, с одной стороны, но с другой стороны очень простой и чистый по свету. Как вам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я увидела вас, я почему-то вспомнила о такой прекрасной женщине, как Кейт Миддлтон. Да, конечно, вы не королева, всего лишь скромный бухгалтер, но на нашей программе можно поиграть и в чудо. И этот образ для вас очень романтичный, очень нежный, очень эффектный. Я думаю, что вам в нем будет очень необычно, ново, и какие-то вы яркие эмоции в нем точно переживете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу пожелать, чтобы другие многодетные мамы тоже в этой передаче побывали, отдохнули немножко, каких-то домашних забот там, чтобы мужья их подтолкнули там, чтобы они побывали, в общем, у вас. Как ты думаешь, муж тебя узнает? Хе-хе-хе. Посмотрим сейчас. Ну вот пойдем смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы счастливый человек? Очень. В чем состоит для вас ваше счастье? Любящая жена, прекрасные дети, умные, спортивные, отличные. А нужно было Лене к нам на программу прийти? Вообще, если честно, для меня был сюрприз, когда я узнал, что ее пригласили на передачу. И я ей говорю, слушай, вообще надо. Давай попробуем? Я ей говорю, давай. Может быть, что-то изменит так, что тебе больше понравится? Я ей говорю, давай. Ну, если честно, я даже не знаю, чего ожидать. Переживаете? Очень. То есть вы, скрипя сердце, отпустили ее к нам на съемки, да? М-м-м-м. Сейчас проверим тогда. Надеюсь, что эксперты наши не подкачали. Маме что хочешь пожелать? Счастья, здоровья, чтобы все время оставалось такой же красивой. Что ты будешь для этого делать, чтобы она оставалась счастливой, красивой, здоровой? Даже когда я вырасту, буду помогать маме. Делами и словами. Не испортили мы? Точно нет. Красота. Замечательно. Спасибо большое вообще всей команде. Спасибо. С нами весело, да? Весело, да. Вот такой выдалась работа экспертов телепроекта «Миссия выполнима» с Еленой Тюриной. И вот такую радость мы дарим конкретной семье каждую неделю. А сегодня хотим поделиться нашей радостью. Наша программа «Миссия выполнима» принимала участие на конкурсе «Семья и будущее России-2017». На этот конкурс было подано более 500 заявок, и из 84 телевизионных средств массовой информации наша программа вошла в двадцатку финалистов. Мы ждем от вас поздравлений на официальном сайте канала ННТВ и в официальной группе телепроекта ВКонтакте. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!